Приведут на тропеду. Сейчас не знаю как здесь пройти. Это я с псами вышел в сады. Сейчас мы будем двигаться к роднику в сторону родника и калитки. О, черешня. А мы когда-то в детстве лазили за этой черешней сюда. Детвора были подсанятыми. И помню со стороны кладбища, со стороны чехурюрта сюда заперлись. Сторож усёк и гнался за нами. И добежал до окраина сада и выстрелил. По-моему это был дядь Фёдор. Но он-то не знал, что это мои его родственники. Детвора. Два раза. Но я бежал здорово, потому что серьёзно стреляют. Какие у него намерения непонятно. Может он в воздух, может в спину. В общем, было да. А вот это что за растение? Это декоративное какое-то. Это мои друзья. И они меня кавказские овчарки. И они меня охраняют. И я в принципе не против. Что бы они меня маленько поддерживали по дороге. Это кто её знает. Вот езжать чуть не сожжали. Наверное голодные. А это вот по-моему шишковня. Смотри, шишковня. Рядом. Надалеко от кладбище. Дикая шишковня. Вот, не понял, где же здесь родник. Ой да, родник вот прошёл мимо может быть. Ну тут, конечно, забора уже нет. Я его здесь и не найду. Как-то под кустиком здесь был родник. Ух ты. Это тут вся вода. Я не пройду. Где-то здесь должен быть. Скорее всего, он просто заброшен сейчас зато сильно. Это я иду по дороге в сторону бассейна. Это я так и иду по тропе дороги, ведущей бассейн. В детстве, кто помнит, мы бегали купаться в бассейну в сторону персадки. Вот я туда и топаю. Хочу подойти к этому бассейну. Разумеется, его теперь уже и нету. Ну, было бы любопытно взглянуть, что там останки какие от этого памятника древности. Когда-то он собирал деньги с колхозников и строили колхозники общими усилиями. Ну, потом я покажу. Это этот бассейн и электростанция, которая подавала электричество в колхоз. Все застроено. Здесь вот дворец какой-то. Просто дворец. Мои друзья, вот они на фоне той самой заветной поляны, на которой всегда сели пшеницы. Сейчас здесь зелено. Спуск с бутинника на тропу, на дорогу, которая ведет вдоль поляны к бассейну. Вот поляна. Вот сады. И они сохранились. Здесь забор снесли. По-моему, идут орешни вначале. Да, орешни. Помню, помню. Орешни были. Это поляна. Вот какая красота. Вот какая красота. Это как растение называется? Это медонос. Пчелы хорошо на него летят. Как репейник? Репейник. Или нет? Не репейник. Не репейник. Александр Буратов. Привозил пчел сюда на пересадку. По весне и летом. Ставил. Там недалеко от бассейна. На медонос. Трава засветала. И так я на поляне. Какие ощущения? Там тропа должна выходить с этого. Вот с того бутинного леса. Вот она как раз выходит. Но сейчас видишь, что тут никто не ходит. И скорее всего она тут зарастает. А здесь возле поляны. Когда будешь идти, будешь идти. Когда мы в детстве ходили в молодости, в юности. Далекое. Дерево. Дубовое дерево сухое. На нем часто сидели филины. Вечерком так идешь и филины сидят. Как зоркие охранники. Стражи этих тихих, заповедных, прекрасных мест. Неповторимых. Это все просто замечательно. Да, и здесь перепела. Но сейчас перепела нету. А вот когда поспевало зерно, пшеница или ячмень. Как-то вот здесь всегда раньше то ли пшеница, то ли ячмень. Да, нет. Были подсолнечки, подсолнечки были, да. Были подсолнечки. Ну туда дальше. Креща к бассейну сажала. Как мы ходили с бассейна, с речи утром. Дома-дома. И там подсолнечки росли. А здесь как ты вот больше помнишь. Польяночки лесной, Есть цветочек малевой. Тот цветок ромашки цвет Для меня милее нет. Какое-то удивление. Стоп, стоит. Как-то не сказали. Стоп. Ура. Белое. 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 Мне с ромашкой юнкой росой зима кажется весной. Без нее сама весна, словно лютая зима. С ромашкой белая, лепесточки нежные, Дорожим всем часиком, ведь она моя. Здесь тропа расходилась, можно было пройти правее и здесь. Здесь рос шиповник, крупный шиповник такой. Кроме гроздьями висел, вечерком возвращаясь с речки, с бассейна. Мы здесь питались. Тропа упиралась вот в этот оживник, его нажимник. И мы наслаждались плодами у Бестужевого Марлинского. В его воспоминаниях о поездке в Шимаху через горы со стороны Кубы Хачмаз. Вот он проезжал здесь, как раз он описывает эту голову. Теперь дорога одна пошла вниз, в сторону речки прямо. А одна вот будет тропа идти к бассейну. Вы скажите, Мариски, какая это трава? Это веники, полынь, полынь. Позарастали тропки, дорожки. Где проходили юности ноги. Да, здесь ничего нету. Троп уже нету. Здесь где-то родник был. Сейчас, навряд ли, я не люблю. Кизиловое дерево. Вон уже плоды есть. Здесь тупик сейчас. Здесь была тропа. Но уже тогда она была заращённая. Сейчас видишь тупик. Может здесь пройти. Вот в этом месте трактор начинал, или машина, или телега, начинала буксовать. Здесь подъём. А мы, купаясь на речке, выходили специально к этому месту. Пока он тут буксует, кидали помидоры, или огурцы, или иной товар. Чтобы потом голодные были. Как вот с утра уйдёшь, до вечера голодные. Вот здесь вот буксует, телега, например. Мы помидоры воруем. Они цепь завязывали на... там, ну, когда спускаться. Чтобы тормозило. Перепёрли к речке. Когда спускались к речке. И вот мы у финиша. Это бассейн. Когда-то бассейн. Сегодня у него жалкий вид. Я даже не представляю, как. Нам казался он таким... Огромным. Мы тут тонули. Сколько раз. Тут даже случай какой-то был. Вот внесло его. Вот сюда вот дырку как-то открыли. Они эту заслонку. И вроде бы воду внесло. Что-то я такое слышал. Ну, сейчас надо уточнить. По-моему, был такой случай. Вода набиралась здесь. Заслонка закрывалась. Эта заслонка закрывалась. И вот набравшись, она вот проходила через эту вот. Вот через эту стену. А здесь несколько выше дальше идёт. Здесь несколько выше. И она, поднявшись до той стены, до того уровня, уходила, падала туда с мощным, с большим грохотом. И текла вниз туда. А вниз это очень далеко. Полкилометра, наверное. Это вот прямо к речке. Это до речки до самой. И уклон огромный. Жёлоб был скользкий и зелёный. Если туда опустился, воду тебя унесёт туда и в электростанцию. Там и внизу электростанцию ставили. Там был бассейн для малых, для пацанин. Мы там купались. Ложились потом. Стена была уклоном. Бетон уклоном. На неё ложились. И вода, а вода, бзеки все кусали нас там. А сюда было опасно сходить. Вот нам, малышне. На бережку руками так держимся. По бережку. И сюда, вот сюда. Где тёк водопад. А здесь уже было очень глубоко. И не каждый умудрялся проплететь. У меня были благодатные и таких прекрасных воспоминаний, как эти вот. Как бассейн. Купание в бассейне. Воспоминания, связанные с бассейном. Всё. Собаки залаяли и несутся сюда. Надо текать. Ноги в руки. А то что-то натворят здесь. Эти псы здоровые. И те большие псы. Вот этот самый жёлоб, по которому вода стекала к электростанции. Вот любопытная глина. Вот там, глина. Вот глиняные какие-то. Масса. Что за глина? Интересно было бы обследовать. Банчатты. О, гора Чабанчатты на склоне дня. Наступим вечером. Сейчас домой. Мне хочется плечко в эти присылки. Попытаюсь. Но там, вероятно... А, вон там овцы. Собака. Собака. Как же быть. Сейчас как раздерутся. Не знаю. Как раздерутся. КОНЕЦ God